Приветствую вас, дорогие мои! Меня зовут Жанна Фетисова. Ну, на всякий случай представляюсь для тех, кто первый раз сегодня со мной. Вдруг вы любите только влоги, первый раз попали ко мне на канал. А поскольку канал называется «Джанна Фет», непонятно, как в итоге меня зовут. Сегодня я буду заниматься, в принципе, ну, такими нормальными домашними делами. Потом пойду по делам. А, кстати говоря, ой-ой-ой, я не проверила, есть ли у меня сегодня студенты. И, секунду, мы переписываемся обычно в Вайбер. Дело в том, что я преподаю актерское мастерство, технику речи, ораторское искусство. Ну, если вы первый раз сегодня со мной, да, и у меня ученики, модели, актеры, бизнесмены, ну, различные студенты, те, кто поступает в театральные вузы. И я в основном занимаюсь дома, они приезжают ко мне. Ну, так удобнее, либо я иногда приезжаю к Левне, ибо, естественно, у нас есть какое-то помещение, в котором мы занимаемся. Ранее я преподавала в различных совершенно школах, институтах, компаниях, преподавала менеджером. Так что сейчас я просто спросила на всякий случай, потому что были кое-какие переносы со временем занятий. Когда я завтракаю одна, когда уже всех проводила на работу, на учебу, то обычно я делаю для себя вот что-то такое. Помидоры посыпаю базиликом, моя любимая, Simply Organics, покупаю. И там же покупаю витамины, принимаю их с утра, скины, санхея для волос, ногтей. Даже если нет моцареллы, я использую домашний сыр легко. Потом впоследствии украшаю мятой, делаю себе тостики, ну, и пью чашку кофе, например, с корицей. Назрела тема интересная для разговора, на мой взгляд, небольшого, но тем не менее, мне кажется, важно об этом сказать. На YouTube очень популярно происходит это только на русском YouTube, только, исключительно, на русскоязычном, я бы так сказала. Все блогеры абсолютно извиняются без конца через каждое слово и говорят о том, что это только их мнение, это только они так поступают, и что вы так не должны поступать, и вы это не должны делать, и не дай бог. И, ну, все что угодно, лишь бы люди как-то неадекватно это не восприняли лично к себе. К примеру, они красят волосы, мальчик увидел их в видео, пошел и покрасился в зеленый цвет, и потом, якобы, он будет обвинять их. Ну, в общем, вот так. Кто-то принимает какие-то лекарства, каким-то образом это озвучил, ну, по каким-то причинам, да, может быть, он хочет кому-то помочь, или просто рассказывает кому-то, было интересно, кто задавал какой-то вопрос. И мы думаем сразу же, что все побегут пить эти лекарства без назначения врача. Или, к примеру, я в своем видео сказала, что дети алкоголиков со временем, ну, скорее всего, начинают пить, потому что генетика, видимо, так устроена, что их отгоняет это. Увы и ах, они могут учиться на пятерке, ну, в общем, в прошлом видео я говорила вам, да, но это просто потому, что это самая распространенная идея, да, и врачи тоже самое, кстати говоря, мне говорили, но, может быть, у всех разные идеи, да, я не генетик, просто было, были несколько комментариев, что вы вообще можете, и вообще вы сейчас обрекли полстраны. Вы знаете, я крайне удивлена, и я абсолютно уверена, и я надеюсь, ребят, что мне не нужно перед каждым видео рассказывать вам, вам, друзья, вот такое, знаете, делается торжественное вступление, да, как я учу делать ведущих, вступление, начало, середина, финал, вот, я надеюсь, мне так не надо делать, говорить, знаете, это только мое мнение, я и так это часто говорю, ребят, как вы думаете, почему? Ну, потому что я знаю эту проблему, потому что многие воспринимают лично к себе, и вы знаете, я, конечно, вот это вот не проверила, но я вот вам все равно это скажу, вы знаете, во что превратятся видео? В смешные, понимаете, я буду похожа на человека, который делает пародию, а это будет не видео, это будет какое-то оправдание для людей, которые не очень адекватно воспринимают всю информацию. Ребята, я не врач, и вы это знаете, если вы первый раз на моем канале, если я что-то такое говорю, например, допустим, я принимаю какие-то витамины, ну, допустим, вот эти, да, глюкозамин, хондроитин, мне прописал их врач. Я не буду говорить, ребята, вы только ради Бога, вы не смотрите на картинку, вы, пожалуйста, не покупайте себе такие же витамины, потому что вам их не прописал же врач. Я очень волнуюсь за вас, что вы вот сейчас просто примете эти витамины, и вдруг вы умрете, и буду виновата я. Не надо, я не буду вам показывать. Что бы вам такое показать? Вы знаете, вот тогда покажу вам чашку. Мы покупаем чашки в фикс прайс. Хотя нет, нельзя показывать чашку из фикс прайс. Она же дешевая, а вдруг в ней какие-то элементы опасные для жизни. А я покажу вам чашку в фикс прайс. Вы тоже купите чашки, и будете пить из них, и отравитесь. И я буду виновата, ведь я же не провела анализ химической краски этой чашки. Ведь я же не знаю точно, могу ли я рекомендовать к покупке вот эти вот чашки или нет. Нет, наверное, я не буду вам. Извините, пожалуйста, что я показала вам эту чашку. Ребята, вы понимаете, во что превращается видео? Ну смешно же, друзья мои, ну нельзя же так. Я имею право высказывать свое мнение, и вы имеете право высказывать свое мнение. И все, что не касается моей профессии, естественно, может быть высказано с ошибкой. По этому мнению не напишут книги, не будут заниматься со студентами. Ребята, никто не будет преподавать генетику по моему высказыванию в каком-то из видео, кстати, косметическом. Друзья мои, ну не надо так серьезно воспринимать, обижаться за всю страну. Тогда вообще ничего нельзя говорить. Ну тут вообще ни о чем. Получается, что я должна провести генетический анализ, и только после этого с вами разговаривать, ребят. Ну бред же, согласитесь. Все. Давайте эту тему закроем. Я думаю, вы понимаете, и отдельные трактаты по этому поводу перед каждым видео я произносить не буду. Это глупо. А если вы услышали какое-то мнение, с которым вы не согласны, ну и ничего страшного. Вы не согласны. Кто-то другой согласен, кто-то вообще против. Ну ничего страшного. Каждый имеет право на свое мнение, правда? В комментарии я, конечно, извинилась. Я не очень понимаю, за что я извинилась, но я человек вежливый, добрый. И поэтому я... да. Ничего страшного, заходи. Кушает мёсли все время с молоком. Вот. Поэтому я надеюсь, что меня смотрят адекватные взрослые люди. И каждый раз извиняться за каждое слово я не буду, ребят. Я не для этого создавала канал. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я, конечно, в комментарии извинилась, если кого-то обидела. Хотя я не понимаю, кого я обидела. Никаких фамилий названо не было. Патегоречных утверждений, что вы все алкоголики, если у вас родители пили, а не было у них. Значит, давайте продолжим более веселую тему обсуждать. Сейчас я без косметики, как вы видите. Я вам уже говорила, что я нормально отношусь к тому, чтобы ходить дома, по крайней мере, без косметики. Иногда выхожу так же и на улицу. Просто чуть-чуть зону Т подмаскировываю консилером. И всё, собственно говоря. Ничего такого особенного я не делаю. Если мне нужно, к примеру, выйти просто, ну, в булочном куда-то. Кстати, раньше говорили булочное. И в Питере, да, говорят, ребят, кто меня смотрит из Питера. Булочное, прачечное, поребрик мне очень нравится. Котором я наношу увлажняющий такой питательный хороший уход. Это натуральная косметика, я говорила вам. И она хранится у меня в холодильнике. Всё, что мне необходимо. К примеру, натуральная водичка. Это от Спивак. Здесь Ви Косметика, всё остальное. Кстати говоря, вот этот вот крем просто неудобно хранить в холодильнике. Просто по той простой причине, что это крем для рук. Но он очень хороший, классный. Вот кто ищет хороший крем для рук, я его нашла. Но очень неудобно, ребят. Я каждый раз вот лезу в холодильник, чтобы его нанести на руки, кстати говоря. Кстати говоря, давайте сейчас нанесём, раз уж я в холодильнике. Почему лежат вот эти штучки здесь? Потому что это на глаза. Такая охлаждающая, очень удобная масочка. Фикс Пресс, кстати говоря, покупала. Очень дешево стоит. И тут хранятся все мои тональные средства. Их очень много, не пугайтесь. Я многое приобретала по скидке, потому что у меня у друзей был магазин. Они заказывали напрямую от поставщика. И у них была распродажа, потому что переезжал их склад. Поэтому у меня довольно много от них. Это есть даже тестеры. В общем, много всего. И я сейчас планирую сделать для вас видео о тональных средствах, раз уж у меня их столько скопилось. И про консилеры я уже отсняла. Вот на самом деле то, что муж называл кокошником. Многие не поняли. Но вот эта вот штука нужна была для того, чтобы сделать правильный выпил для стеллажа. Только я обрадовалась, что сейчас мальчики сделают для нашего чего? Для балкона. Прекрасную мебель, куда мы сможем убрать все-все-все всякие разные полезные штуки. Как оказалось, что вот вся квартира будет вот в такой стружке. Спасибо, что хоть собирают сами. Вот какой он сегодня сделал стеллаж для того, чтобы поставить его на балкон. И я буду убирать вот на эти полочки овощи, фрукты. Ну, у нас балкон такой с подогревом, поэтому будет отлично. Как раз можно вырулить ту температуру, которая нужна для того, чтобы как бы овощи не испортились. Мужа должна, на мой взгляд, отдыхать. Опять же, я не буду сейчас говорить, что это только мое мнение. Я не проконсультировалась с каким-то косметологом. И поэтому я... Это только мое мнение, что не нужно краситься днем. Это только мое мнение. Правда, это только мое мнение. Пожалуйста, краситесь, если вам хочется. Я знаю, что многие вообще из макияжа не вылезают. И даже спят, и даже не умываются. Ну, и ваше дело, ребят. Все люди разные. Лично мне комфортнее без макияжа, я вам честно скажу. Я начала краситься... Сейчас скажу вам во сколько. Может быть, лет в 20 только. Да. Пожалуй, лет в 20, когда уже была в институте. Уже училась в ГИТИСе. И тогда на какие-то выступления я была вынуждена... Ну, понятно, да. Допустим, если я играю Грушеньку Достоевского, то я стою на огромной сцене, и меня смотрит огромное количество людей. Но даже если это учебная работа, я все равно должна как-то, ну, глаза свои подчеркнуть. Потому что тут я укладывала косу. Такую огромную свою. У меня была длинная коса, как сейчас у дочки. И было очень удобно. Я ее укладывала. И вуаля, мне не нужно было ничего прилеплять себе на голову. А девчонки, конечно, кто был с короткими стрижками или короткими волосами, вынуждены были, ну, что-то такое придумывать. Какие-то прически. Вот. Вот тогда я начала немножко краситься. Но даже я, по-моему, не наносила тени никакие. И я, знаете, что делала? Я делала маленькие стрелочки вот здесь такие. И делала... И ресницы. Все. Собственно, все. Может быть, чуть-чуть тональным средством скрывала какие-то... Иногда какие-то гормональные штучки высыпали. Но, в общем, у меня с кожей нормально все было. Не была она ни жирная, ни сухая. Нормальная была. Такая молодая. Раздражительная немножко. Да, это да. Валяешься по грязным полам. В сценическом движении вообще лицом по полу валяешься. Просто когда учишься, тренируешься падать со столов. Может, это для кого-то прозвучит страшно, ребят. Ну, фехтованию. Все вот это вот, все, все на лице. Все, что на полу, все на лице. Ну, вот, поэтому, конечно, ни у кого не была идеальная кожа в институте. Потому что все время грязь. Постоянная. Хотя и был душ. В ГИТИСе был душ. И вообще он по плану в каждом тренажерном, ну, не тренажерном, репетиционном зале. Обязательно. Но он был настолько старый. Ну, стоячий. Разделенный просто вот такими вот какими-то палочками. И там в зале в нашем, а он был натурально-деревянный. Сейчас-то все переделали. Уже при нас переделывали. Такие старые деревянные полы. Вот, знаете, такие еще, которые прогибаются. Мне кажется, там еще это балерины на них тренировались. Ну, потому что там и вокальное есть отделение. Ну, я думаю, вы, наверное, знаете. В ГИТИСе много очень различных отделений. И есть еще хореографическое. Там их хореографов тоже учат. И вот они все вот в этом зале тренировались. Сейчас он выглядит совершенно по-другому. Мы называли его курятник. Ну, вот, то есть он буквально был такой маленькой деревянной отдельной здании. Одноэтажная. Там душ и две раздевалки для мужчин и для женщин. И один огромный зал, в котором стоит рояль. За этим роялем сидит аккомпаниатор. Ну, и играет под живую музыку. Только занимались практически никто. Ну, джаз-танец, да. Никитин ставил, очень известный педагог, вот он ставил музыку свою. Ну, естественно, под джаз играть, заставить кого-то, это довольно сложно. Тем более два с половиной часа. Так что занимались под классику. Вот на этих вот прогибающихся таких деревянных полах. И, вы знаете, когда ты долго не заходишь в раздевалку, и потом, ну, ты просто занимаешься, твои вещи там висят на стульчиках. И, соответственно, ты потом заходишь, ты понимаешь, что кто-то может сидеть, внимание, в кармане у тебя или в ботинке. И этот кто-то, знаете кто? Вот такого размера тараканы. Ну, то есть они, наверное, жуки-тараканы, которые вот кушают, знаете, такие вот, с ними еще бега устраивают. То есть это страшного такого размера животные с такими длинными усами. Они шипят, представляете? И вот они жили там. И вот девчонки так визжали и кричали, они так боялись этих тараканов. Я уже спокойнее относилась. Ну, конечно, противно, потому что у нас, к сожалению, была пьющая соседка, и у нее был кошмар дома. Я пыталась вытравить тараканов, но дома, но они все время прибегали к нам. У нас они были. И поэтому я уже привыкшая была с детства, к сожалению, ребят. Ну, Москва старая вот такая была. Везде были тараканы, в пятиэтажке я жила. И просто их было в море. И я ничем не могла с ними справиться, никакой дихлофос не помогал, пока не появились, знаете, такие вот карандашики, Машенька или что-то там такое. Мажешь, всех котов тошнит им плохо, потому что они все это хвостом бедные загребают, потом и облизываются, естественно. Вот. Но в итоге, хотя бы, по крайней мере, умирали эти тараканы тучами. Ну, тех же не подравишь, они же все живут под полом в этом репетиционном зале. В общем, пока не сделали полный ремонт, там ребята просто из карманов вытаскивали вот таких животных, которые шипят, и они недоволен. Ну, они, конечно, наверное, не кусаются, но я не знаю, в руках не держала, так вот тряхивала и била их тапочком, пока все девчонки, значит, прыгали на стулья и визжали. Я говорила, спокойно, отвернитесь, сейчас мы их будем давить. В общем, воспоминания такие забавные. Да, и когда ты душ принимаешь, ты стоишь под вот этим вот, да, железной такой штукой старой, и они там проплывают мимо тебя, потому что, ну, они не ожидали, что ты там сейчас воды нальешь, и, значит, они такие пытаются спастись, посмотрите, они еще и плавают, значит, вот эти жучки, там, я не знаю, как их назвать, но страшного размера, выплывали из этого душа, дальше девчонки, ну, естественно, голышом из этого душа выскакивали, прикрываясь полотенцем, ну, в общем, кошмар, вот такая веселая жизнь в старых-старых зданиях. Кстати говоря, здание там времен Малюты Скуратова, как поняли, поняли по подвалам, и в подвале кафе, которое назвали Анчар, хорошее название, да, для тех, кто не знает, у Пушкина такое, есть стихотворение про Анчар, Анчар это ядовитое дерево, Анчар как грозный часовой стоит один во всей селины. Так вот, мы туда спускались, и да, такие многие там все-таки травились в этом Анчаре, то есть он действительно был правильно, увы, назван. Кушали мы там что? Пирожки жареные, это все, что было, и банки были с кукурузой продавались. Представляете, вот я целый день занималась, училась и ела. Что я там ела? Я ела кукурузу и пирожки, потому что просто я не могла ничего взять с собой, поставить же некуда, испортиться же все. То есть контейнеры не будешь с собой носить. Вообще это было не очень популярно, если вы помните, но, к примеру, лет сколько там? Лет 25 назад не были популярны контейнеры. Друзья, если вы молодые люди, вы не знали об этом. Да, их просто даже не было. И носили всю еду. Мама делала, я помню, мужа своему, в баночку прозрачную, буквально в стеклянную банку. И вот он вот это все тяжеленное, он там заведовал отделом, ездил, проверял канал, вот. И он контролировал, как работают все бригады, и вот он много-много ездил все время на своей там наличной или на служебной машине, неважно. И он контролировал, чтобы не было аварий. Вот это была его задача, то есть он руководил этим отделом контроля или что-то там. И вот он ездил с огромными банками, в одной банке второе, во второе первое. И вот он грел и брал с собой на работу. Представляете, ну я же не могла так в институте, это же вообще засмеют. И, естественно, мне приходилось вот это есть все. Ну все, что там продавалось. И, конечно же, гастрит. Ну естественно, ребят. Поэтому многие говорят, ой, там, почему ты так ешь? Или муж у меня спрашивает, а что вот ты там свининки не съешь, жареные? И я не могу до конца даже ему объяснить, что меня тошнит аж вот прямо от одного вида жареной свинины. Вот мы жарили блины, да, вы смеялись, что вот с маслицем, да здорово. Да я бы тоже съела, я бы тоже съела, ребят, наверное, если бы я не ела всю свою юность жареные пирожки и не заедала бы банкой кукурузы. Тогда бы у меня, наверное, был нормальный желудок, но, к сожалению, вот мне периодически приходится пить альмагель. Ну, я его подключила, естественно, правильным питанием. Вот сейчас я съела творог со сметаной. Перед этим я вам показывала, да, что я кушала. О чем я рассказывала? Да, о том, что времен Малюты Скуратова подвалы. И покладки узнали, то есть туда историки приезжали, смотрели, то есть там, возможно, были пытошные, представляете, вот в этом вот подвале. И пока не сменился ректор, кстати говоря, почему-то, ну, я не знаю, по каким причинам его убили, к сожалению, было целое огромное расследование. И этот новый ректор, очень такой коммерческая жилка у него была, молодец, он делал весь ГИТИС как мавзолей просто. Еще вот я училась уже на последних курсах, мы были в шоке, что у нас туалет с огромным-огромным зеркалом, как в Большом театре. Ну, то есть прямо вот он молодец, все мраморные полы. Вот. И в итоге он сделал так, чтобы студентам выдавали бесплатную кашу. Это было счастье, ребята. Кто-то, конечно, не ел, кто-то стеснялся из ребят, особенно, ну, понятно, молодые люди, и каша как-то не очень совместима. Но я была счастлива со своим гастритом, я ела каждый день, хоть 10 тарелок либо овсянки, либо гречки, ну, в общем, молочную такую кашу варили, вот как раз, чтобы подлечить желудки, потому что он знал, что вот у всех вот такая проблема, все едят ерунду. Кстати говоря, я не знаю, у вас тоже так же или нет, но я периодически выбрасываю точилки. Вот это от Essence, это тоже от Essence, насколько я помню, в магазине косметики, в подружке я их приобретала. А это уже обычная. Мы приобретали в Ашане. Вот она, кстати говоря, дольше держится. Не могу, косметические карандаши так пачкают вот внутри все. Вот видите, все забито абсолютно внутри косметикой. Получается, что очень-очень быстро портятся вот эти вот все точилки, они все забиваются кремовыми карандашами. Совершенно их невозможно отчистить. Вот видите, что происходит? Вот я красный карандаш поточила, и все, дальше уже ее только выбросить. Потому что вот это отчищать за 10 рублей какую-то, или там, ну, за 30 точилку, я, конечно, не буду. Что делаете вы? Я не знаю. Расскажите мне. Вот я пока только одну нашла, и я видела в Ашане, знаете, такую вот большую вот с ручкой, как раньше у нас с вами были. Но она, конечно, стоит прям под 1000 рублей. Не знаю, может быть, она будет меньше забиваться. Вполне возможно, что стоит, конечно, прикупить ее. Кажется, что это дороговато, но, может быть, и стоит даже. Вот пока только вот эту оставляю. Все остальное придется выбросить. Вот буквально два раза поточила. С одной стороны вот плотный карандаш большой, да, и с одной стороны маленький. И все. Вот это все теперь выбросить. Тут мои кисточки я вам показывала. Сейчас я их некоторые буду разбирать, какие-то мыть. Вот этой пользовалась. Ее тоже мыть. Какие-то чистые. Буду сейчас их сортировать. Обещала вам показать, как работает, как заливается вот этот увлажнитель воздуха. Значит, смотрите, он снимается вот таким вот образом. Далее. Вот здесь вода, как бы аккуратнее. Сюда сливается первая вода, которая наливается вот в эту вот кадушку. Крышка открывается. Здесь есть ручка. Далее вы переворачиваете вот таким вот образом. Так. Давайте вот это все уберем. Вот эта крышка откручивается, и туда заливается вода. Не хватает его прямо на всю ночь, наверное, без перерывной работы. Честно говоря, не знаю даже, сколько сюда литров помещается, но смотрите, просто она огромная. Она полная сейчас воды. Совмещается. Вот так она становится. Закрывается крышечкой. И нажимается. Мне очень нравится. У нас довольно сухая носоглотка. И, в общем, я думаю, что многие проблемы можно решить за счет вот такого увлажнителя. Я попросила мужа подарить мне такой. Вот он сделал мне такой приятный подарок. Ну, и мне, как профессионалу, работающим с голосом, безусловно, важно. Я во время занятий его включаю, когда у меня здесь люди занимаются, чтобы нам было комфортнее. И, внимание, я не знаю, у вас также все носки черные и ни один не сходится. Я не понимаю, что происходит. То есть, то ли машинка сжирает эти носки и потом периодически отрыгивает совершенно разные. Я не понимаю. Но периодически они находятся. В общем, сейчас меня ждет вот такой букет. Муж все время по этому поводу шутит. Я их начинаю вот так раскладывать полосочками, сравнивать вот рисуночки какие-то, которые на них есть. Если нет, вообще беда. Они вообще все очень похожи. Вот он говорит, какая разница? Соедини уже все доски похожие и мы будем носить. Я говорю, нет. Начинаю их подбирать по цвету. И у нас так кошка делала. Знаете, что на даче, когда мы его возили, я, кстати говоря, снимала вам видео на нашей кошке. Мася, она ловила кротов. Она их таким количеством вылавливала, выдергивала прямо из грядок и складывала по росту на нашей террасе. Он шутит, что я как кошка складываю вот эти вот черные носочки в виде кротиков. Поэтому, когда я их вот так выкладываю, им выходит, говорит, так, опять кротиков наловила. Ну вот, в общем, обычная, простая жизнь, которая тоже меня не миновала. Это нормально. Сейчас нет никакой домработницы. Хотя, когда была дочка маленькая, я помогала мне няня. И среди своих знакомых девочек, студенток, даже учеников, я искала того, кто готов был бы хотя бы посидеть какое-то время, пока я бегу на вторую, третью работу. Ну, так случилось, что я довольно много работала все время. И сразу после рождения ребенка, беременна, но я вам рассказывала. Вот, поэтому другого варианта не было. И что-то, естественно, ну, когда ребенок спит, она мне помогала делать по хозяйству, потому что если я прихожу поздно вечером и еще там, допустим, где-то учусь, получаю второе образование, понятно, что я просто физически не успеваю, сделать уже ничего, особенно если есть еще два животных дома, там, кошка и собака у меня была. Ну, то есть вообще зашор полный в хозяйстве. Поэтому я была очень признательна. В общем, как дочке исполнилось 5 лет, я отдала ее в детский сад, и у меня нет никаких помощников с тех пор. Я все делаю сама, и окна мою сама. И вполне возможно, что, наверное, все-таки нужно будет сейчас задуматься над тем, чтобы кто-то был, кто хотя бы моет окна, потому что просто, ну, высоко страшно, и неудобно, я не профессионал, я делаю это так, как могу. И мне все-таки хотелось, конечно, качество работы больше такое, ну, более чистое, чтобы кто-то делал. Это профессионально. Те, кто умеют это делать быстро, и не тратят на это целый день, потому что у меня, конечно, на это времени вот так, чтобы прям вот, как мне нравится, было чистое, у меня такого количества времени на это нет. Так что тут я поддерживаю вас полностью, те, кто имеет кого-то в помощь, ну, хотя бы даже бабушку, няню или человека, который заходит раз в неделю, это правильно, я считаю. Ну, это мое, опять же, мнение. Теперь я так все время буду говорить, да. Я сейчас уже буду заниматься своими делами, готовиться к приходу ученика. Все-таки сегодня он есть, оказалось, у меня. И я желаю вам удачи. Заходите, пожалуйста, на мой канал, подписывайтесь, ставьте колокольчик вот здесь, ну, точнее, нажимайте на него, чтобы не пропускать новые видео. Я желаю вам удачи, и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!